Это лайв, прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. В Сирии террористы запрещенной ГИЛ пытаются взять реванш за поражение в Пальмире и Эль-Критейне. Они атакуют провинции Дамаск и Дер-Зор. В последнем городе боевики пробовали отбить аэродром у сирийской армии. На взятие стратегического объекта они отправили молодых и неопытных бойцов, иными словами, пушечное мясо. Результат. Почти 150 боевиков погибли. В Сирии работает мой коллега Артур Кибеков. У него вся последняя информация. Аэродром полностью находится под контролем сирийских правительственных армий. Гарнизон, который там находился. Эксклюзивные кадры на ваших экранах это доказывают. ИГИЛ многократно за последние пять дней заявляли о том, что они постепенно засачивают территорию аэродрома. У них этого не вышло. После этого ИГИЛ стали сами уже пускать на своих страницах уже имена погибших. Естественно, иностранцев они никогда не заявляют. Это для них секрет. Отчаянные попытки захватить военный аэродром. Дать ИГИЛу не так важно захватить самого аэродрома, как занимать его территорию. Аэродром находится чуть выше города. Он почти на холмике такой. Очень большая территория холма. И возле него рядом гора Астарга. Которые ИГИЛ не смогли за последние два года отбить у гарнизона правительственных войск, которые там находятся. Ребята отчаянно били за эту гору. Сейчас ИГИЛ уже не нападают туда. Очень интересно отчаянные попытки, которые ИГИЛ пытается получить реванш за проигранные позиции на востоке Холмса. Это вокруг Дамасской промиссии и в самом Геразоре. Хочу еще сообщить о том, что гарнизоны правительственных войск смогли продвинуться на юге на 3 километра. То есть не только защитит аэродром и защитит гору Астарга. Они еще южнее продвинулись на 3 километра и вошли до места скважины Аттайм, где есть хороший запас топлива. Сейчас этот запас топлива в руках правительственных войск. Для них он очень необходим. После уничтожения двух баков топлива с горючей в районе Аль-Мриаия, который ИГИЛ минометным обстрелом до 600 им пускали в день, чтобы уничтожить эти два бака. Аэродром военный находится, еще раз хочу подчеркнуть, в руках правительственных войск. ИГИЛ уже не наступает. Погибло среди ИГИЛ около 138 террористов. В основном это молодые люди, которые насильно были привезены вокруг аэродрома, чтобы его захватить. То есть если был курс бакоповский военный у ИГИЛ для молодых людей, естественно, на насильный курс, если он заребал 3 месяца года назад, то теперь они пропускают этих ребят до 30 дней. То есть они фактически навыки никакие не набирают. Но иностранцы этим пока пользуются, насильно привозят кема молодых людей и бросают их на фронт.